Основы кинетики электродных процессов. Ну вот ранее я говорил о соравновесных потенциалах электродов. Они, короче, все считаются, когда тока в цепи нет. Если ток в цепи есть, то потенциал электродов изменяется. И, собственно, вот эта дельта, она называется поляризацией. И весь этот клип будет как раз про поляризацию. Ну, поляризация легко, значит, определяется. Это потенциал электрода при прохождении тока минус равновесный потенциал. Ну и, собственно, поляризация называют даже и само явление изменения потенциала при прохождении тока. Поляризация, в принципе, может быть, конечно, и на катоде, и на аноде. Два электрода у нас, поэтому говорят о катодной поляризации, анодной поляризации и так далее. Она зависит от тока, конечно, ну и от природы самого этого. Из чего там у нас катод, из чего анод большой, он маленький и так далее. Ну, для экспериментального определения поляризации строят кривую зависимости потенциал электрода от протекающего через электрод тока. Из закона Фарадея ток пропорционален количеству вещества, который отреагировал на электроде в единицу времени. То есть ток пропорционален скорости электрохимической реакции. Вот, поэтому через ток можно оценивать, в принципе, скорость электрохимической реакции, согласно тому материалу, который ранее был в предыдущем клипе. Ну вот, электрод, если мы говорим, что потенциал же на электроде, да, в этом электрод может быть разный по площади. В зависимости от площади электрода потенциал один, а ток разный. Поэтому скорость реакции относит к единице площади поверхности. То есть отношение всего тока к площади электрода – это плотность тока. Поэтому вот и маленькая – это плотность тока. Рисуют это все на картинке. В принципе, вот этот график – это примерно то же, что формула поляризации, которую я ранее говорил, просто на графике показали. Вот они дельты. Вот дельта Е1, дельта Е2 – будет поляризация. Почему две кривые? Потому что у нас два электрода. И маленькая – это плотность тока. То есть это ток на единицу поверхности электрода, а не сам по себе ток. Если бы просто был бы ток, то и большая была бы. А Е – это у нас потенциал. Ну и, в общем, видно, что чтобы больше ток был, надо, чтобы больше отклонялся потенциал от равновесного значения. Ну и так, для чего у нас, собственно, поляризация практических значений – это понятие какое имеет? То есть, что при повышении поляризации у нас скорость электрохимической реакции повышается. Также можно сказать, что поляризация одного и того же электрода выше тем, чем больше плотность тока. Ток вызывается электродами. То есть, поэтому ток – причина у нас, короче, поляризация, а ток у нас – следствие в этой системе. Ну вот, скорость и механизм протекания электрохимических реакций, собственно, изучает электрохимическая кинетика. Некие базовые сейчас уравнения, я ее скажу, но это как бы отдельная такая дисциплина. Ну, основная особенность всех этих электрохимических реакций, которые кинетика изучает – это влияние потенциала на скорость реакции. При этом различаются два вида поляризации, так как электрохимическая реакция протекает в две стадии. Первая – подвод реагентов к электроду, B – собственной электрохимической реакции и V – отвод продуктов реакции от электрода. Это разные процессы, которые зависят от разных факторов изменения потенциалов в этих процессах. Если бы все вот это моментально было бы, то потенциал электрода при прохождении тока не изменялся бы. То есть, если бы моментально поступали бы реагенты, или моментально бы отводились, и также и сама электрохимическая акция сразу бы происходила, чего, конечно, не бывает, тогда не менялась бы поляризация. И причем, поскольку они с разными скоростями проходят, одна из них, как самая медленная, лимитирует всю реакцию. И поэтому для ускорения этих стадий нужно как раз менять поляризацию, изменять потенциал электронов. То есть, в зависимости от характера замедленной стадии на электроде будет два вида поляризации. Значит, первое выделяется концентрационная поляризация. Концентрационная поляризация зависит от концентрации реагентов. Значит, концентрация реагентов, она меняется в начале реакции, когда мы подводим реагенты, и в конце, когда мы уводим результаты. Изменение концентрации этих реагирующих веществ при электронном слое вызывается замедленностью подвода или отвода. Ранее было уравнение Нерст, по которому потенциал электрода считали, и он пропорционален логарифмам активности ионов. Из уравнения Нерста вывели что-то более простое. Вот оно, простое, в самом конце. Ну и, значит, выводы-то какие из этого простого? Что концентрационная поляризация снижается с увеличением коэффициента диффузии концентрации реагента и уменьшением толщины диффузионного слоя. Все эти латинские слова означают просто, что надо перемешивать раствор. Диффузионный слой – это слой возле поверхности электрода, в котором не происходит перемешивания жидкости. Поэтому там молекулы только с помощью диффузии, значит, происходят. Толщина слоя диффузионного и вообще концентрационная поляризация уменьшаются при перемешивании раствора. Если мы перемешиваем, то концентрационная поляризация у нас падает. Ну и, в принципе, вот опять же, все то же самое, но на картинке. Вот они, короче, дельта. Дельта – это, собственно, поляризация, дельта 1, дельта 2. Тут просто объясняется при перемешивании, без перемешивания раствора. При перемешивании раствора выше будет дельта, а если мы перемешиваем, то она будет меньше. Меньше у нас концентрационная поляризация. А, меньше. Вот. То есть перемешивание, поэтому, влияет на предельный ток и влияет на концентрационную поляризацию. Непосредственно на электрохимическую поляризацию, то есть на второй компонент перемешивания, не влияет, поэтому они различаются. Значит, электрохимическая поляризация называется также перенапряжением. Она обусловлена замедленностью собственной электрохимической стадии реакции. Если бы сама реакция электрохимическая моментально шла, то у нас бы не было перенапряжения. Ну и довольно долго исследовали, по каким причинам скорость ее меняется. Там она замедлена, или меньше она, или быстрее она. В частности, у нас теория замедленного разряда разрабатывалась советским ученым Фрункиным. Ну и по теории Фрункина, которая, в общем, сейчас принята, замедленность электрохимических стадий объясняется перестройка структуры реагирующих частиц в ходе реакции. Вот как и при химической реакции, электрохимические процессы происходят только тогда, когда реагирующие частицы обладают энергией, которая больше или равна энергии активации. Вот энергия активации опять получилась такой фундаментальной вещью. Значит, чтобы нам получить химическую реакцию, чтобы она шла, так сказать, быстро, нам надо преодолеть энергию активации. Соответственно, скорость электрохимических реакций, как и химических, можно ее улучшить, увеличить путем повышения температуры, конечно. То есть, повышение температуры, скорость растет, и применение катализатора. Катализатор – это универсальное средство повысить скорость реакции. При повышении температуры мы преодолеваем энергию активации, а при применении катализатора мы ее снижаем. Однако, в электрохимической реакции можно энергию активации снизить при изменении потенциала электрода. То есть, поляризация снижает энергию активации. Увеличение активации приводит к ускорению электрохимической реакции. Поскольку электрохимическая реакция своим эффектом имеет ток, значит, то у нас увеличение поляризации приводит к повышению плотности тока. То есть, к повышению тока на единицу поверхности, конечно. Чем больше энергии активации процесса, тем она вообще-то мешает, да, электрохимической реакции. Поэтому, чем больше энергии активации процесса, тем больше надо поляризации, чтобы обеспечить определенный ток. Соответственно, мы имеем уравнение Тафеля, вывод которого мы не будем рассказывать. А вывод, какое из уравнений Тафеля? Что вот это электрохимическое перенапряжение, оно, в принципе, прямо пропорционально логарифму тока. Но там есть еще, во-первых, значит, плюс и минус. Плюс это анодное перенапряжение, а минус это катодное. А также есть две константы, сумма которых, собственно, вот она, не не сумма, а константа А, да, к ней добавляется В умноженное на логарифм И. Вот эти две константы, они зависят от разных факторов. Константа В, то есть, вот, которая, на которую умножается логарифм тока, да, константа В, она зависит, собственно, от веществ, которые там находятся, и от температуры. Константа В обычно от 0,03 до 0,15, и обычно где-то в районе 0,1 она. Константа А зависит от реагирующих веществ, вот, к которой добавляется все это. Она зависит от реагирующих веществ, собственно, от материала этого электрода, от состава раствора и температуры. В общем, все они, так или иначе, зависят от температуры, но А и В от разных зависят. То есть, В зависит от самой реакции, А зависит и от реакции, и от всех материалов, и от состава раствора. Ну, имеется график зависимости поляризации от логарифма плотности тока, и по нему можно рассчитать константы А и В. В принципе, вот оно на графике написано. Вот тангенс угла наклона прямой вот этой вот альфа, да, он равен константе В. Вот, А. Значит, А это у нас то, что кривая вот эта отсекает на оси ординат. Ну, вот, в принципе, на графике нарисовано, где у нас А и где В получается. Ну, поскольку они экспериментально определяются, у нас есть таблички, вот они, как константы уравнения Таффеля, по которым мы видим, что зависит, в принципе, от реакции раствора от PH, да. То есть, в щелочных растворах она, в целом, по-моему, выше, да, выше. В кислых растворах она будет меньше. Обе. Обе будут меньше. Вот. Ну, и в то же время, вот они обе зависят, собственно, от того, какой у нас металл-то в электродах. И получается, что у нас минимальное водородное перенапряжение будет в кислых растворах на платине. Вот, 0,1, да. И 0,03 на платине. Максимальное будет на свинце, и тоже в кислом растворе на свинце, 1,56. То есть, с морем минимум, максимум. Вот. Ну, да, вот все. Ну, да, кстати, почему-то вот у свинца все-таки в кислом растворе больше. То есть, не обязательно в кислом растворе меньше, иногда больше. Снизить можно электрохимическое перенапряжение применением катализаторов. Например, водородное перенапряжение можно снизить, если использовать электроды из платины, ну, вот, как по одной схеме, да, палладия, там, железо, тогда будет снизить. Поляризация уменьшается с увеличением температуры, с увеличением концентрации, но от перемешивания не зависит. Вот поэтому 2 и вводит. Концентрационная поляризация зависит от перемешивания раствора, электрохимическая нет. Ну, и, в принципе, перенапряжение может быть снижено увеличением площади электродов, потому что плотность тока уже снижается, если у нас больше электрод. То есть, вот, если бы у нас электрод больше по площади, то поляризация тоже, естественно, падает.